...получить ту информацию, те возможности, те контакты, которые в любой другой ситуации у тебя займут много лет. Стоит это относительно недорого, порядка 10 тысяч, а вы знаете, что любой тренинг у вас тоже стоит не меньше десятки. Но опять же, какой-нибудь пример, я долго думал, как фирмич делал СРМ, а вот на последнем конгрессе в Селябинске мы предложили целых три, причем риелторские, которые ты можешь просто взять и практически бесплатно установить в свою компанию. Опять же, межрегиональное партнерство, какие бы договоры мы ни заключали, как бы ни говорили о том, что мы хорошие дистанционно, вот мы вчера общались с одной из ведущих компаний, может быть даже с ведущей Сочи, и они говорят, что у нас там, мы везде разослали информацию, что ребята, введите нам клиентов, мы разослали там что-то 300 компаний, но вот говорим, что 20% вам отдаем, с нашей точки зрения вроде это неплохо, опять же, с нашей точки зрения, а никто не введет. Я говорю, так понятно, никто не поведет, потому что кроме вот этой информации, да, так сказать, и кроме какого-то посыла, надо понять, что этот посыл принимается теми, кому ты его посылаешь, это во-первых, а во-вторых, тебя должны знать лично, потому что если нет уверенности, то ничего не будет работать. Поэтому вот это момент взаимодействия, да, так сказать, общения, когда люди понимают, что они, ну, понимают рынок недвижимости на одной волне и начинают друг другу доверять, потому что все равно база нашей работы, риэлторская, да, так сказать, это доверие. Что такое доверие? Это нетворкинг, да, только в результате работы нетворкинга, да, происходит вот это доверие. Пока его нет, нет коммуникации, да, и какие-то технологии, какие-то технологии, вот сюда я приезжаю в своих компаниях, какие-то технологии внедряю, потому что в разных регионах, значит, риэлторский бизнес, риэлторские технологии развиваются по-разному, и как мы ездили раньше в другие страны, мы и сейчас ездим, чтобы взять технологии оттуда, так же и здесь-то подрубчаясь технологии с каких-то других регионов. Ну, опять же, какой-нибудь пример, да, в Тюмени, так сказать, строители каждым компаниям платили там разные проценты, в основном маленькие, потому что все заходили там по одному, он говорит, а тебе Вася один, а тебе Петя два, там, а тебе там полтора, а завтра я тебе не буду платить полтора, задержу платеж. Ну, собрались и члены там гильдии, организовали юридическое лицо одно на все компании, и ко всем строителям вышли и сказали, вот ты с одним теперь работаешь, с профессиональной ассоциацией риэлторов в Тюмени, и поэтому, если хочешь с нами работать, дай нам всем максимальный процент, да, так сказать, именно всем работать с нами. Строителям некуда деться, они стали работать, да, потому что, как бы, они понимают, что это вот, понятно, что они какие-то деньги тратят на администрирование, но это понятно, что более интересно маленьким компаниям, то есть все стали работать за самый большой процент, а для строителей это стал единый клиент, да, так сказать, какая-то компания. И мы сейчас в Питере задумываемся такую же штуку сделать, я не знаю, насколько это будет ухлащено, но это вот, как бы, как пример. Зачем мы ездим на Конгресс? Да, собственно, два момента. Первое – это работа, это, так сказать, деловая программа, второе – это соответствующий отдых, ну и, наверное, отдых наших семей, друзей, кого мы там с собой берем. То есть немаловажная составляющая, я думаю, многие в Сочи приедут там со своими семьями. Соответственно, мы должны вот эти моменты сделать максимально интересными и эффективными. На сегодняшний день на Конгресс зарегистрировалось порядка 400 человек. С моей точки зрения окончательный, ну мы хотим ставим планку тысячи, но с моей точки зрения это где-то будет от 600 до 800. Но вчера вот сочинские компании сказали, там что еще 25-30 тысячи пошли. Я думаю, что от вас будет достаточное количество представителей, то есть это достаточное количество людей. Еще раз говорю, это не просто там риэлторы, а это лидеры рынка, это в основном директора и топ-менеджеры компании.